дорогие друзья всем привет добрый день сегодня у нас образовательный выходной какие слова знаешь образовательную у нас же выходной сегодня сегодня да у нас выходной но и мы ведь вы нас видите в обычной одежде они рабочие робби так сказать всем привет кто к нам присоединяется мы рады вас всех видеть всем привет привет сегодня эти мы в дороге остановились специально чтобы не мешать движению потому что у нас запланированы в 12 часов как мы уже вам говорили всю неделю прямой эфир решили спрятаться в машине дома полный дом детей до убежали от суеты на самом деле давайте наверное будем ближе к теме тема нашей сегодняшнего прямого эфира как миша сказал образовательного выходного правильное питание юных хоккеистов на эфир у нас будет с анной никитовой она никитова является сертифицированным врачом диетологом также врачом спортивной медицины и лфк тренер восстановительного фитнеса профессиональный коучинг в него входит спортивный коучинг коррекция веса изменения образа жизни надо бы мне позадуматься об своем данном образе жизни я думаю да хочу подметить с опытом работы более 15 лет то есть мега специализированный профессионал да сейчас мы вот ждем она сейчас она с нами появится аня где же ты давайте держу нас у нас все отлично супер позитивно да погода так за пять минут меняется вот она постучалась ожидания ожидания вот вот сейчас уже появится три два один вот привет привет хорошо меня слышите отлично да 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 мы вас прекрасно слышим привет я позавидовала вашему антуражу думал что тоже надо наверное было на улице выйти потому что как-то более сжато получается на улице ветер я думаю было бы не очень слышно а мы спрятались от суеты машину друзья всем привет с вами еще не поприветствовалась очень рада большой явки я надеюсь что к нам еще кто-то присоединился чуть попозже да я думаю обязательно как мы с вами готовы уже стартовать в принципе да мы готовы да конечно готовы ты расскажи пожалуйста нам о себе нашим друзьям как мы вообще познакомились можно всем интересно я думаю будет предысторию друзья дорогие вообще встреча с одной стороны случайно и не случайно и мы с друзьями с тренерами совершенно недавно только познакомились и благодаря им наверное их большой активности и колоссально я думаю что все со мной согласятся помощи которые они нам сейчас оказывают поэтому с вами я с одной стороны на стороне тех родителей которые каждый день выходят в прямой эфир и наверное не одно слово спасибо сказали и миши и никите за то что они вот нас просто в ежовых рукавицах каждый день держат и по крайней мере напоминают о том что лед скоро будет и мы туда выйдем и все будет окей хорошо он обязательно будет безо льда я пользуюсь тем что вот со стороны родителей наверное есть возможность у меня сейчас такое благодарственное слово сказать хочу вот с большое спасибо сказать за то что вы нас поддерживаете и и ну ребята меня уже очень так подробно представили перед вами у меня на самом деле очень большой колоссальный опыт в области спорта фитнеса и когда получилось так что случайно какой-то степени прикоснулась к вашим тренировкам ну я волей-неволей отреагировала именно на качество построения тренировочной программы на разнообразие на не столько даже вариативности сколько еще на такой хорошей мягкой курации а самое главное что для детей было важно и моя дочка также тренируется с вами это колоссальнейший просто драйв который идет с экрана и я понимаю что мне не надо дочь мотивировать для того чтобы она пошла и включила эфир она с вами от начала до конца вот поэтому вот на такой как бы доброй ноте у меня и появилось желание помочь так же как вы помочь нашим сейчас вот присутствующим в эфире родителям детям а также с умом воспользоваться вот этой паузой и потратить ее еще и на другие составляющие которые очень важны в тренировочной программе потому что одно дело тренировки а другое дело есть очень много таких сопутствующих пусть не всегда стопроцентно важных факторов но те которые на один шаг а иногда и на два шага отделяют нас наших детей от более там весомых результатов побед и соответственно просто удовлетворение от тренировочной тренировочного процесса вот спасибо за столь добрые слова мы же даже покраснели наверно лысого талантом не видно он за очками спрятался да он за очками положительные эмоции у меня так видно верх лица точно вот надеюсь можно я обращусь к нашим зрителям если у вас есть друзья знакомые можно отправить пока еще только начало эфира приглашение своим самым дорогим друзьям знакомым любимым которая эта тема эфира будет реально важна поддерживаю заранее спасибо ну что наверно можно приступать у нас тут вопросы есть от нас а также есть вопросы которые такие самые интересные было очень много так повторяющих вопросов ну наверно давайте вот начнем с вопросов от нас никит я знаешь как я сейчас прям одну минутку возьму потому что относительно самопрезентации хотела пару слов сказать хотя очень подробно вы все ну основные сертификации сказали но что я хотела бы важным сама подчеркнуть что во первых у меня есть свой колоссальный опыт консультирования людей и взрослых и детей и я понимаю насколько это сложная тема для родителей и те вопросы которые поступали они настолько правильные в тему что как бы я могу только сказать что вы молодцы что вы об этом задумываетесь и второй момент то что у меня у меня своя собственная дочка которая хоккеистка ну сейчас не вопрос почему она стала хоккеисткой вот это длинная история но также у меня и сыновья есть и я понимаю насколько даже получаемую грамоту советы от качественных специалистов как сложно это передавать детям и как бы вот эти два момента я и хотела подчеркнуть понимание тех сложностей с которыми родители реально сталкиваются когда нужно что-то скорректировать усилить вот ну а сейчас готов в принципе перейти к вопросам ай ну давайте начнем никит знаешь какой еще момент прямо важно скажу мы сейчас давайте обговорим что мы постараемся уложиться в академический час потому что я понимаю что скорее всего и дети нас также слушают и долгое получение какой-то информации оно совершенно не конструктивно поэтому мы постараемся сейчас максимально дать такими крупными мазками правильными какими-то постулатами ну самые основные вещи мы с тобой полностью согласны в конце машина заведена может бензин тогда закончится если он будет больше чем академический час так что мы с тобой согласны существенно я озвучу еще такой момент я в своем сторис и я видел что вы перепост сделали мы говорили о том что за самый лучший вопрос будет от меня специальный подарок и я об этом скажу в окончании эфира и также маленький такой приятный момент для всех слушателей которые сейчас с нами также в эфире есть я это тоже скажу в окончании поэтому мотивирую с нами оставаться до конца все эти 40 минут или наверное уже чуть поменьше вот все приступаем поэтому ну смотри первый вопрос от нас какие основные принципы питания ребенка спортсмена хоккеиста и как бы и что важно учитывать при построении питания чтобы способствовать спортивным результатам вот такой вот вопрос фундаментальный конечно вопрос сейчас постараюсь такую хорошую прям выжимку первое правило что питание спортсмена питание хоккеиста ребенка это в принципе питание которое базируется на основных правилах обычного ребенка то есть это не какие-то дополнительные там особо там построенной схемы в первую очередь когда строится система питания хоккеистов строится система питания как для обычного ребенка то есть все правила Сбалансированность питания Соответствие колоража Расходу и потребления Соотношение сбалансированных веществ Это белки, жиры, углеводы Они все равно все должны быть И то, как это все в течение дня Построено по графику Когда завтрак, когда обед, когда ужин Эти постулаты обычного рационального питания Они также обязательно должны быть В питании хоккеиста Можно, да, задам вопрос Который, я думаю, всем интересен Что сейчас же и школа, и тренировка С тренировки в школу Как при таком графике Можно же выстроить систему правильно? Абсолютно можно И здесь, может быть, я в контексте Сейчас здесь это разверну Абсолютно можно и нужно И я думаю, что многие родители Которые сейчас нас слушают Водят своего ребенка не только на секцию хоккея И не только в школу И сейчас это тенденция нашего времени Когда есть еще и развивающие какие-то секции Кружки английский язык Очень часто дети посещают И режим дня у ребенка реально очень сложный И построить приемы пищи Абсолютно точно можно С учетом режима перемещения Режима, допустим, этих активностей И, соответственно, первое, что обычно делается Для того, чтобы вдумчиво подойти К составлению питания Это условно выписать Хронологию дня ребенка Посмотреть То есть какая-то визуальная картинка А не просто, что у меня завтрак, обед, ужин Должен быть какие-то там два перекуса И куда-то их всунуть, как получится А именно написать вот этот определенный режим активностей Начиная во сколько проснулся ребенок Во сколько отходит ко сну, засыпает И уже в контексте этих активностей Выстраивается прием пищи Причем сразу тогда здесь, наверное, прогнозируемый вопрос Будет ли это точно завтрак, обед и ужин Ребят, не всегда это получается так Потому что если между какими-то активностями Очень короткие перерывы То полноценный, допустим, иногда обед Или полноценный ужин Когда тренировка в 10 вечера заканчивается Не всегда это мы можем Мы можем это назвать этим словом Обед, ужин Но по факту порция, скорее всего И качество подобранных продуктов Это будет другое То есть, ну, отвечая, Миша, на твой вопрос Построить это можно Но будет носить определенный Такой индивидуальный характер Скорее всего, будет это элемент дробного питания Большего дробного Нежели если бы ребенок Там, условно, имел возможность Там, полноценно завтракать Обедать и ужинать Да, и это же, ну, приведет правильно К хорошим результатам Это не просто, что это будет правильно Это принесет ребенку Больший результат в спорте Чем если бы он питался неправильно Правильно? Да, это так Потому что если Я думаю, что также родители Просторы интернета Студируют и задаются вопросами Как ребенку построить Вот эту всю программу результатов Если ребенок не придет на тренировку С должным количеством запаса энергии То есть то, что мы из еды можем взять То ему будет очень сложно Отработать всю тренировку Но тренировки тоже построены По-разному То есть если я могу сказать О нашей тренировочной программе Это почти три часа всегда тренировок Это УФП, это лед И получается, что три часа Ребенок занимается, ну, получает нагрузку Если те дети, которые в ФОКах занимаются У них очень часто отсутствует УФП За счет того, что площади не хватает, допустим И у них более короткие тренировки Соответственно, здесь может быть Меньше такой, знаете, как бы Меньше риска Не доесть на такую часовую тренировку Согласитесь, если три часа А то ребенок должен полноценно все-таки поесть Почему это важно? Потому что дети Ну, большая часть детей У вас, я тоже вижу Много в подписчиках детишек Где-то 12, 11, 13 Ну, вот такие малыши дошколят И первые там с младший школьный возраст Это дети, когда нет у них большой мышечной массы Где будет запаса много питательных веществ Таких как гликоген Я думаю, что родители знают Такие многие слова Это запас энергии в нашем теле И если ребенка не покормить Он просто в какой-то момент В тренировке войдет в стоп Он просто не сможет бежать дальше И никакая взрывная сила Там не будет ни тренироваться Ни показываться То есть выносливость Ну, как батарейка Хоп, и закрылась И второй момент Если была полноценная тренировка И потом ребенка не покормить И если вообще в целом Не будет сбалансированное питание То о восстановительных способностях Тоже мы можем говорить Как о недостаточных И что может в итоге родитель увидеть Он придет на обследование спортдиспансер Или просто за своим ребенком Будет такое смотреть Видеть, наблюдать состояние Как недовосстановленность Или потом то, что недовосстановленный ребенок Может перейти в синдром перетренированности А перетренированность Это уже, в принципе, своего рода Спортивный диагноз И до этого доходить обычно не хочется, конечно Поэтому, отвечая на вопрос Ребенок может выиграть правильно И все Да, потому что ребенок не понимает В принципе, он не анализирует Как мы с вами Ему просто будет некомфортно Ему будет всегда хотеться есть Он будет чувствовать усталость И не будет получать вот такого драйва От тренировки И он скажет Я не хочу ходить на эту секцию вообще В принципе А причина может быть не в секции Не в тренере Не в тренировочной программе Ему просто некомфортно Поэтому, то есть, для ребенка питание Это очень важная составляющая Которая строится очень часто интуитивно Как бы на каких-то Сиюминутных даже прихотях Да, конечно, дети не хотят Есть иногда то, что мы говорим Но иногда это с их стороны Манипуляция все-таки А не истинное какое-то поведение Итак, да, питание определяет результат Абсолютно точно И знаете как У меня очень большой опыт фитнес-индустрии И я думаю, что тоже Тема сейчас откликнется Это особенно тема питания Особенно четко прослеживается В бодибилдинге Где такая жесткая система питания выстраивается И ребята иногда говорят, что Ты знаешь, Аня, 50% тренировка 50% питания Не всегда могу согласиться С такой процентовкой Она чисто практически людьми выведена Но тем не менее Сбалансированное качественное питание Оно определяет результат Это абсолютно точно Ну вот, Аня, наверное Можно немножко подвести Как бы под этим вопросом черту То, что уважаемые родители Что достижение высоких целей Хочу к вам обратиться Достижение высоких целей И правильное питание Это все вкупе дает результат То есть не нужно думать Что питание не имеет большой роли Я вот хочу вот это подчеркнуть Чтобы родители это знали Да, и получается Я вижу Давай, давай, что ты видишь? Я вижу в переписке в чате Вопрос, который несколько отражает Сейчас тему, о которой мы говорим Как правильно питаться спортсмену Итак, я вот прям Ты просто, Никита, этот вопрос тоже задала И я бы хотела прям четко сказать Это питание Должно быть четкое по режиму То есть режим обязательно В соответствии со всеми активностями Которые происходят То есть, возможно, к обычному человеку Это тоже важно Но спортсмену это строго важно Строго обязательно Это обязательное соотношение Калоража Потребляемых и расходуемых калорий И здесь очень тоже тонкая грань Потому что тренировки бывают часовые Трехчасовые И у детей, особенно подростков Калораж может доходить До четырех, до пяти тысяч килокалорий в сутки Это колоссальнейшее количество Расходуемой энергии Которая без прорисовки питания Ну, невозможно просто так съесть Это назовется другим словом Сожрать уже получится А здесь уже передост Потом очень типичная ошибка Которую тоже в правила ввожу Это обязательно сбалансированный рацион питания Это белки, жиры, углеводы И основной бич детского питания В том числе и спортсменов Когда пытаются есть больше Начинает расти, очень расти Коэффициент содержания жиров в питании И избыток жиров Как спортсмену, в принципе Как и другому любому человеку Ничего хорошего это не приведет Это проблемы со здоровьем И с недовосстановлением будут Поэтому третий момент Это сбалансированность рациона И здесь, мне кажется Какой-то вопрос Друзья наши задавали В плане Я сейчас просто сразу скажу Это единственные цифры Которые я в эфире сейчас четко скажу И еще там может быть парочку Это когда белки, жиры, углеводы Занимают определенную процентовку Углеводистый компонент Должен быть порядка 55% До 60% Спокойно можно доводить в рационе У некоторых серьезных спортсменов Мы доводим до 70% рациона углеводов Это очень углеводистое питание Если вот кто связывался с прорисовкой диеты Это очень много Белков у детей, в принципе, 15% Это максимум стараются Но 10-13 до 15% растят белки И жиров, соответственно, остается 25-30% Но больше 30% жиров в питании Не рекомендуется В любом случае Неважно, какой колораж нужно достичь Или избыток жиров плохо Можно одну историю Мы вот с Никитой расскажем Тренируем детишек В перерыве между тренировкой Мы заходим И мальчик ест Перед УФП Беляш Беляш Мясной Ну и это как бы в корне получается неправильно Что нужно уже с 5 лет Правильно уже родители должны понимать Всю суть питания Потому что это вот чисто случайно Мы переодевались с детьми в раздевалке Потому что все тренера же переодеваются отдельно И тренера не в силах проследить Потому что это должен родитель Уже следить за питанием своего именно ребенка Насколько я видела в переписке Подобные как раз вопросы изучали у родителей И я как родитель сама могу отразить Что то, что происходит в раздевалке детей Без присутствия, естественно, тренеров Потому что тренер всегда в другом помещении переодевается На самом деле перекусы могут быть совершенно разные Но это реально очень важно То есть вопросы какие были Я видела Что за сколько до тренировки можно есть И после тренировки Соответственно интервала времени здесь разговор был И был вопрос Я смотрю, он в переписке сейчас тоже в чате идет Что можно есть за 15 минут И что тоже в течение между ОФП и льдом То есть то, о чем вы как раз примеры и отразили Давайте так скажу И это перекликается, Миша, с твоим вопросом По поводу режима все-таки Он как там должен достроиться И я за счет своей практики Так как те люди Заметила такую тенденцию Что когда родители начинают задумываться Как правильно питать своего Кормить своего ребенка Очень часто это уходит в определенные Либо мелочи Условно Что мне лучше съесть Какой вид белка Или мне можно есть только сладкого Или нельзя Мелочи какие-то Но они выстроены По стулатам, о которых я говорила А эти мелочи вообще не играют никакой роли И те, у которых родители, не дай бог Есть у детей лишний вес Или недостаток веса Начинают неграмотно работать Сколоражем рациона В частности Ну вроде бы уже скоро тренировка Я его не покормлю У него так лишний вес Или уже тренировка прошла После тренировки тоже его не покормили Потому что у него лишний вес И вот это вот как снежный ком Который ни к чему хорошему не приводит И это на самом деле прям Типичная такая тенденция Ошибка людей думающих о питании Как бы ни странно это ни звучало То есть они вроде хотят как лучше А вот эти вот в голове ограничения Делают плохую В итоге Оказывают плохую услугу Отвечаю Самое главное есть То есть Ну это Так эволюция нас создала Что если У нас первая потребность Это прокормить свое тело Для того, чтобы оно Могло руками, ногами двигать Поэтому если стоит вопрос Поесть до тренировки Вроде мало осталось времени Или не поесть Поесть Если ребенок голодный И он там вообще не знаю Когда последний раз кушал Если он покушал Отвечая на вопрос По времени За какое время Физиологично кушать Я отвечаю сейчас Стандартными Несколько цифрами Потому что я не знаю Особенности наших сейчас Спортсменов Которые нас сейчас слушают У кого какие особенности По состоянию здоровья У кого какое Тип телосложения И так далее Много нюансов Которые определяют Вот эти вот Периоды С точки зрения Как бы процессов Физиологии пищеварения Полтора-два часа Это тот период времени За который Ребенка Можно полноценно покормить Нужно вернее Полноценно покормить Пока что Мы не ушли От этого вопроса Вот полноценно покормить А чем желательно Кормить До тренировки И после тренировки Тоже знаете как Тоже сейчас В общие такие Концепции уйду Которых уже Несколько даже касалось И вопрос похожий был Был вопрос По поводу Ребенок не ест мясо Там не до конца Формулировку запомнила Какой То есть Для тренировки Для того чтобы Ребенок отработал Была энергия На тренировке И она не быстро Закончилась Потому что Как я напоминаю Мышц у него не так много Чтобы там Ну пахать Три часа Тренер может устать За это время Ребенок тем более Хотя у него И восстановительные способности Конечно быстрее Акцент идут На углеводы И это как Еще один момент Который я хотела бы Сейчас как Инструмент Дать родителям То есть первый инструмент Я сказала о том Что надо записывать Вести определенный Так называемый Дневник питания А второй момент Это знать Родители Дети Которые занимаются Спортом Обязательно Знать Что такое Углеводы Вообще Конечно И такую характеристику Как гликемический индекс Я сейчас В Дебре Туда далеко не ухожу Там еще Гликемический груз И так далее Есть такое понятие Но тем не менее Вот я бы хотела Чтобы слово Гликемический индекс Оно осталось Как тема Которая Вернее не тема А как фраза Которую можно Ставить в поисковую строку И завести И загуглить Что это такое И просто уже будет понятно И так Вот тут как раз Вопросы звучит А какие именно углеводы Соответственно Спортсменам Которые строят Высокие колоражи И соответственно Детям особенно важно А особенно важно детям У которых излишний вес Строить акцент питания На углеводы Со средним и низким Гликемическим индексом Которым будут относиться Греча, бурый рис Макароны твердых сортов Которые прям вот Аль денте иногда Мы должны варить Соответственно Углеводы До тренировки Они строго Обязательны Потому что Они дают Основную энергию Для мышц И никакой белок И никакие жиры То есть можно Там допустим Какой-то легкий белок Просто добавить Там условно Это может быть Ну конечно Курица Самый часто Употребляемый продукт Лучше Чтобы возможно Это было более легкое питание Если ребенок Плохо переваривает Ну все Я уже сейчас В особенности пошла Вот короче Основная задача Это съесть углеводы С минимальным содержанием Белка Пожалуйста Могут быть Отварные овощи Может быть Там салат Не очень С жесткой клетчаткой Но условно Углеводы Со средним Низким гликемическим Эндексом После тренировки Для того Чтобы ребенок Восстановился Ему тоже Нужны углеводы Как ни странно Если кто занимается Большими силовыми тренировками Знает Первый час Важный после тренировки Когда мышцы Интенсивно Восполняют Свои Запасы И соответственно Сюда в этот момент Тоже идут В принципе В основе углеводы И также Небольшое количество Легкого белка Я сейчас не касаюсь Время расположения Тренировки Потому что Мы сейчас тогда Вообще в нюансы уйдем Итак Отвечая на вопрос За полтора Два часа До тренировки Оптимален прием пищи С акцентом на углеводы Но может быть Смешанное питание После тренировки Через час После тренировки Можно в принципе Так же есть Уже полноценно Можно в принципе Питаться через час Ну может быть Полтора В этот час После тренировки Когда ребенок Уже в раздевалке Сидит И уже начинает Потрониться Все что ему не хочет Там очень-очень Хочется кушать Соответственно Здесь так же Мы едим Углеводы И они как правило Так же легкие Должны быть Со средним И низким Гликемическим индексом Ну пусть как бы Фрукты сюда пойдут Получается Ты сейчас уже На два вопроса У нас ответил Вот Подведем Небольшой итог Когда важно Задуматься О корректировке Питания Я увидела Слово Углеводное окно Да Получается Как Любому ребенку Важно Правильное питание Спортсмену Ребенку Спортсмену Как он только Начал заниматься Спортом Лучше выстроить Систему питания Вот Чем лучше Ну это Слушай Я знаю Что только добавлю Потому что Я ушла В концепцию Гликемического индекса Был вопрос За 15 минут То есть Да Такие есть ситуации Когда Бегом-бегом Я вначале Говорила о том Что полноцельного Приема пищи Может не быть Перед тренировкой Ну все Там секция Мы на самом деле То же Когда ездим На тренировку У меня Перед тренировкой У дочери Музыка И соответственно Через час После музыки У нас уже Тренировка Соответственно Пока Переместиться Сумки взять И есть Уже некуда Мы кушаем В машине То есть У меня есть Специальные термобоксы Куда мы Я готовлю Просто ребенку Еду И да Акцент Здесь я даю На углеводы Я знаю Ее порцию Оптимальную И она у меня До тренировки Ест не за полтора Два часа А меньше Чем где-то За 50-40 минут Она кушает Но я стараюсь Чтобы за 30-15 Минут Какая-то еда Уже Ограничивается Чтобы она не поступала Но если вдруг Ребенок Вот так вот Хочет есть И он Вы просто понимаете Что ребенок голодный И он упадет Может быть В обморок На ледовой арене И ничего хорошего Из этого не будет То соответственно Здесь могут идти Быстро усваиваемые Углеводы Такие как Банан Мюсли Батончик Это может быть Дальше Небольшой жидкий продукт Тяжеловато могут Потому что Они могут просто Булькать в животе И соответственно Спровоцировать Отрыжку И неприятно Просто ребенку Будет Особенно С ЛЮФП С прессом Или как у вас Функционалка С акцентом На пресс И на всякие Берки У нас кушать Лучше не стоит Тренера сами С утра Не кушают Тренера сами Не кушают Иначе просто Выпрыгнет Но тем не менее Если сильно Таких Как бы Изменяющейся Плоскости Упражнений Будет по минимуму Соответственно Здесь и может быть Йогурт Но не кислый Сладковатый Йогурт Желательно Также с какими-нибудь Трубями И злаками То есть перекусывать Можно Как и До тренировки За 15 И был вопрос Между тренировками Про этот биляж Никакого Никакого Жира Если ребенок Съест что-то Жирное Высоко Калорийное За счет Высокого содержания В первую очередь Жиров Какие-то Знаете Еще бывают Очень часто Шоколадки Вытаскивают Различные Там Сникерсы Батончики Киткаты И так далее То есть Жиры До Условно Даже за 3 часа До тренировки Создают Очень большой Напряг для пищеварения И соответственно Ребенок Может столкнуться С тем Что у него просто Живот заболеет Потому что жиры Тяжело перевариваются Жиры В короткий интервал До тренировки И между тренировками Поступать В принципе Не должны Вот То есть Беляши Это Никак А знаете Какие бывают Трудные булки Ну не булки А лепешки Ржаные лепешки Хлебцы Ну здесь вопрос Вкусовых пристрастий Ребенка И все-таки Это Ребенок Всегда можно подобрать Лепешки То есть вопрос Отвечает Что есть Можно и нужно Вопрос подбора С акцентом на углеводы На легкие С отсутствием жиров Вот так Если вы Женка Ну и вот У нас Прямо так Здорово Все вышло Очень много Ответов Вот вопросы От аудитории На них Мы уже На многие Получили ответы Вот еще Такой вопрос Как Как набрать вес И как снизить Лишний вес Ребенку Ага Если такое умеет Потому что Не секрет Что есть Многие дети Так сказать Упитанные Уже В детском возрасте Что По нашей С Мишей Так сказать Деятельности Карьере Тренировка Она у нас Небольшая Но тем не менее Что это В корне Неправильно Вопросы Подобного Плана Я конечно Стараюсь В эфирах Касаться Очень-очень Аккуратно Потому что Сейчас объясню Потому что Избыточный вес Это все-таки Не всегда Проблема питания И это Вернее Вес питания В этой ситуации Конечно Высокий Но Когда есть Недостаток Или избыток Веса Очень важно Почему в эфире Я сейчас отвечу Как бы Общими такими Моментами На что важно Обратить внимание В общем На состояние Здоровья То есть Должно быть Всегда Тогда По сути Обследование С чем Связана Данная Ситуация Для того Чтобы Исключить Важные Моменты Отклонения Потому что В педиатрии Это называется Отклонение Физического Развития В большую Сторону С избытком Веса Или в меньшую Сторону С недостатком Веса И как правило Тактика Здесь И педиатров И спортивных Врачей Исключить Факторы Определяющие Данную Ситуацию С весом И это Бывает Состояние Кишечника Эндокринных Желез То есть Есть проблемы Со здоровьем Которые Ну будем считать Такие латентные Их не видно Не слышно Они там Что-то Проявляют Какие-то Симптомы И вот так Это пока Выглядит Вот И когда Сняты Веские Причины Вот этих Вот ситуаций Тогда конечно Рассматривается Питание И Когда Есть Недостаток Веса Я здесь Еще могу К вам Как тренером Тоже Обратиться Всегда То есть Недостаток Веса И избыток Очень важно Еще смотреть Какими Как бы Симптомами Это ограничивается Нежели просто Иногда Это бывает Эстетический момент То есть Избыток Веса Он бывает Ведь на грани Как бы И если Ребенок Сейчас находится Допустим В том периоде Когда У детей Вы знаете Что бывает Вдруг попер В рост То медленно Растет И так далее И бывает Так Что вот Этот избыток Веса Буквально Через год Ребенок Вытягивается Проблем Никаких Не создается То есть По большому счету Там и работать Особо Ну буквально Скорректируешь Питание Все нормально Вот То есть Важно Важно Понять Нужно С этим Весом Вообще Работать Сейчас Или Можно Скоординировать Тренировочные Программы Вот О чем Здесь Наверное Ушла От ответа На вопрос Потому что Он на самом деле Достаточно Такой Индивидуальный И Не хотелось бы Чтобы сложились Какие-то такие Рекомендации Которые Сейчас каждый Возьмет Родитель С ребенком Излишнего веса Пойдет их Сразу быстро делать Здесь важно Посчитать Колораж Если Совет от диетолога Мы условно Понимаем Что все хорошо Посчитайте Пожалуйста Колораж Потому что Типичная проблема Что избыток Что недостатка веса Вот Не поверите Может быть Это не Переедание Калорий Когда у ребенка Ребенок С избыточным весом А на самом деле Очень часто Недостаточное Количество Потребляемых Калорий Потому что Его со всех сторон Уже ограничили И он тайком Начинает хватать Сладкого Он постоянно голодный Он мало того Что не доедает Общего калоража На фоне этого Он еще и избыточное Потребляет Количество жиров И сахаров То есть Начинает Неправильные Поведенческие реакции Идти А есть Малаешки Которые на самом деле Малаешки И у них Как бы вот так Эмоциональная сфера Если мы видим Что важно Ребенку Все-таки Поднять вес То здесь Как раз таки Идет Порой работа Как раз таки С этой Таблицей Углеводов Глюкемического индекса То есть Первое Посмотреть Колораж Насколько он Все-таки Существенно Отстает И второй момент Поработать качеством То есть Увеличить количество Углеводов Но тут уже С высоким Глюкемическим индексом Скорее всего будет Вот Поэтому Первый совет Снять все причины Недостатка развития Вот этих вот Особенностей А уже потом Идти к диетологу И уже соответственно С этим работать Вернее Это можно делать И параллельно Но как бы понимать Что бывают Еще внешние причины Внутренние Ань Ну еще вот такой вот Вопрос к этому дополнению Вот от себя лично Вот Не секрет же Что Многие Так сказать Ну полные дети Они же Кушают то Что кушают Их родители То есть И родители Должны же Следить за питанием Потому что Ребенок Подражает Своим родителям Ну это Вот мое Мнение Знаешь как Я думаю Что Если Я думаю Что многие Сейчас согласят С этим Потому что Здесь же вопрос Не только питание То есть Наши дети Это маленькие копии Наших вообще Всех привычек И Коммуникационных С людьми И режимных В течение дня И хобби Мы им передаем Вот допустим У Никиты Сын рядом Тренируется Тоже хоккей Показывает Так ли Я тебя понимаю Твой сын Я просто к чему Что да Я абсолютно согласна И когда Идет построение Системы питания Для ребенка Первая Встреча Или Если она Единственная По факту Допустим Возможности Родителей Она проводится Всегда совместно Никогда с ребенком Изначально Не идет Работа Строится И С родителями Обязательно Обсуждается Их Пищевые Привычки Их Любимые Кулинарные Блюда Их Принципы Закупки Продуктов В магазине И что Как у них Организовано Вообще Хранение Продуктов Дома Что стоит На столе Что Как лежит В холодильнике То есть Вот эти все Моменты Они Очень часто Создаются Нами Родителями И естественно Дети Они Как бы В данном Вопросе Но они же Не мотивируются Что вот Я тут Мне 10 лет А я уже думаю Какой я буду Там красивый Подкачанный И так далее Да нет Невкусный Мне хорошо Да Вот Поэтому Да Я здесь Согласна Абсолютно И я прям рада Что вопрос Этот подсветил То что Работа Когда мы пишем Дневник питания Мы смотрим За ребенком Мы параллельно В принципе В идеале Должны Анализировать Свои Пищевые Привычки И уже смотреть Что На что Может влиять То есть Мы вместе Это иногда делаем Даже Когда мы Ребенка Хотим Переформатировать И вот Мне вот Тут вопрос Один Очень понравился Реально ли Поднять вес Если Убежал Вся семья Дрище Вроде Ест хорошо Только жирный Не устранимает Желудок Ну вот Здесь смотрите Здесь две Такие особенности Во-первых Наследственность Она на самом деле Определяет Состояние веса Но я знаете Что хочу Подметить Еще Подсветить Как проблему Недостатка Избытка веса Очень много Здесь на самом деле Сейчас детей Скорее всего Родителей Это До пубертантного периода До пика Полового созревания Потому что Дети Вот как раз Такие Кого я вас видела Это 10 Ну максимум 12 лет Все малыши Я хочу Подсветить Следующий момент Что в этот момент Формируются Привычки питания Во-первых И во-вторых Есть Достаточно Не одно Исследование Которое Подтверждает Что Создается То количество Жировых клеток Которое В дальнейшем Ну то есть Как бы Если ребенок Вот в этот период Сформировал Модель Полного ребенка Или очень худого Ребенка То вполне вероятно Дальше эта модель В жизни Так и будет Сохраняться Потому что Есть определенное Созданное количество Жировых клеток И я просто К чему это хочу сказать Что наследственность Да Она определяется К какой-то степени Но то что мы Заложим Ребенка В ребенка В его привычки Вот в этот период И какое мы ему Тело Организм Сформируем Это будет Также порой Совершенно Противовес Ити Наследственности Поэтому если Сейчас все худые Ребенок худой Это не значит Что у ребенка Нельзя что-то Скорректировать И изменить Родителям Уже сложнее Вот И здесь Надо вопрос Еще понять А насколько Это надо Вот Здесь вы Наверное Тренер Меня поправите Потому что Если смотреть На площадку И дети Играют Разную Выполняют роль Игрока Да Вратарь Я как бы В сторону Убираю У него Основные Задачи Другие Но есть Там допустим Защитники Есть Соответственно Нападающие Есть центральные И Понятно Что игра На игру Не приходится Но тем не менее Особенности Движения Задач Функциональные У тех или иных Игроков У них Разные Абсолютно И как правило Те которые Как раз таки В нападении Они Как правило Имеют Определенную Специфику Своих фигур Они не настолько Крупные Они как правило Больше нормостыники И у них Иногда Особенно Маленьких Детишек Когда наблюдаешь У них Нет избытка веса И они чаще всего Худенькие Мальчики Все таки Пировки потяжелее Конечно Становятся Но они за счет этого Постоянно Могут Поддерживать Вот эту Аэробную Подвижность Выносливость И бегать Туда-сюда То есть Я к чему Это сейчас Веду Момент Конечно Это тренер Уже должен Совместно С родителями Ситуацию Насколько Недостаток Веса Определяет Функциональные Задачи Игрока То есть Это недостаток Веса Который На грани здоровья Надо корректировать Тогда да Надо корректировать А если Это такой Вроде бы Эстетический Момент Но игрок Справляется Со своими Задачами На коробке То здесь Надо просто Подумать Что конкретно В питании Нужно сделать Может быть Другую Какую-то Даже больше Задачу Не просто Ему тупо Вес Пытаться Набрать А может быть Что-то Другое Решить Вот Поэтому Я как бы К вопросу Если все Худые То Нужно ли Что-то Сюда Внедрять Если Внедрять Но надо Понимать Что именно Мы хотим Это сделать Кроме того Какой возраст Ребенка Очень много Моментов Сейчас Подплывут Ну конечно Это все Индивидуально Слушайте Я знаете Еще момент Насколько По времени Еще есть 45 минут В эфир Так Заканчиваем Я знаете Какой момент Хочу подсветить Он Периодически В ленте Проходил Это Водный режим Это Очень Момент Важный Наравнее С Системой Питания То есть Во время Тренировки Пить воду Постоянно Это Обязательно Потому что Детик Очень Потеет И это Обезвоживание Создает Ну условно Вязкость Крови И большую Нагрузку На сердце Соответственно Ребенок Должен Начинать Уже Немножко Маленькими Глотками Пить До Тренировки Не Надбулькивать Конечно Живот Но Небольшое Количество Воды В принципе Выпить можно То есть До полустакана Допустим Воды Если ребенок Особенно пить Хочет Но Начать Воду Пить Берем Воду С собой И во время Нагрузки Мы пьем Воду Очень хороший Критерий Но Здесь знаете Как Есть такой Примерно Расчет Физиологический Но У детей Это может Быть Реально По-другому Это надо Мониторить Просто С помощью Весов Это Соответственно Стаканчик Воды За 30 Минут Тренировки То есть Если Бутылка У нас Вмещает 500 Млитров То Ее может Не хватить На всю Тренировку То есть Вот она Уфп А потом Далили Еще налет Допустим Хотя бы Допивал Но Если Здесь Как-то Игра Так сложилась Что Невозможно Было Пить Мы продолжаем В раздевалке Переодеваясь Пить воду Чтобы мышцы Насыщались Как раз таки Водой И восстанавливались Быстрее Просто Процесс Недовосстановления Порой Зависит Не от того Насколько Питание Идеально Построено От того Что воды Не хватает В организме Это тоже Очень важно Вот Вот это Я обязательно Хотела сказать Это недооценивается Фактор А он очень важный И это Безопасность Ань Но мы в любом Случа тебе Признательны Мега благодарны Я думаю Что нашим Уважаемым Родителям Было безумно Интересно Слушать тебя Мы сами Уже даже Кресло Разобрали Чуть поудобнее Чтобы сидеть Реально Очень умные Вещи Сказала Как и тренера Мы для себя Много чего Интересного Подметили И надеюсь Я в этом уверен Что и наши Слушатели То же самое Для себя Отметили Полезные Твои Слова Рецепты Спасибо Хочу добавить Что можно будет Понаблюдать За активностью Наших зрителей Какие темы Еще Интересны Будут В этом Направлении Может мы Раскроем Новую Тему Ты На самом деле Очень умная И с тобой Приятно Общаться Я смотрю Что люди уходят Из эфира Я свои подарки Обязательно Хочу сказать Потому что Вопрос Который Я хотела бы Номинировать Свои консультации По диетологии Полноценной По всему формату Это вопрос Я не знаю Чей он Поэтому Ребят Прошу Мне помочь Он практически Один из первых Поступил в эфир Это была Развернутая По сути СМС Наверное Где Говорилось О ребенке С избыточным весом С полным Почему мне Этот момент Понравился Потому что Я увидела Вдумчивость Родителей Было Расписано Достаточно Много Нюансов Уже Проделанной Работы Я вижу Что родители Работают С этой Темой Это первый Момент Очень Внимательные Отношения И второй Момент Почему я Хотела бы Номинировать Потому что Я увидела Что действия Которые Сейчас Сделаются Они Сейчас Привели К тому Что ребенок Постоянно Голодный И Есть Такой Своего Рода Уже Тупиковый Момент Я вижу Что есть Определенная Проблемность Поведения И Я готова Включиться Соответственно Вот Прошу Вот Этот Аккаунт Или С которого Поступило Данное Обращение Обозначить Это практически Одно из первых Если Вы нас Слушаете Победитель Вы напишите Нам в директ Упростите Нам задач Родинок 2011 года 146 Рос 46 килограмм Вот так Началась СМС И Соответственно Вот Дальше Очень большой Развернутый Если вы нас слышите Дайте нам знать И напишите Нам обратную связь На Вот Еще один Еще один момент Который Сюрприз Хотел сказать Я сегодня Сделаю Пост Анонс Нашего эфира Где Постараюсь Основные Темы Ну Основные Уже Выжимки Просто Один Два Три Четыре Пять Написать Чтобы Если Кто-то Не успел Зафиксировать Соответственно Вы можете Еще раз Прочитать И Благодарю Заранее За Обратную Связь По эфиру В комментариях Все те Кто напишет Комментарии Вот к этому Посту Сегодняшнего дня С меня 15-минутная Консультация Для того Чтобы определить Куда вам дальше Двигаться По вашему Питанию Я думаю Что это Очень приятно Приятная Новость Для Родителей Даже Нам Ты Это Не Говорила Рада Помочь Даже Нам Такие Скидки Не Делаешь Это Для Ваших Спортсменов Я Делаю Благодарна Тебя Да Благодарна Слушайте Ну и Вы Также Можете Написать Комментарии За Всех Все Одинаковое Вот Буду Рада Помочь Всем Всего Доброго До Свидания Я вижу Вопросы Конечно Падают Еще Я Знаете Как Предлагаю Вопросы Дальше Идут Еще Какие И Были Вопросы В процессе Я Видела Про Спортивное Питание Я Предлагаю Ребят Их Переписать На всякий Случай Потому Что На самом деле Если Сформируются Новые Тимы Эфиры То Мы Ее Можем Просто Уже Более Конкретно Взять Потому Что Спортивное Питание В жизни Спортсменов И Был Вопрос Чем Все Так Должно Отличаться Спортивное Питание Это Бешеный Колораж Который Иногда Обычным Питанием Восстановить Невозможно И Встает Вопрос А как Вообще Это Сделать И Как Вообще Какое Спортивное Питание Можно Детям Давать Это Очень Каверзный Сложный Тонкий Вопрос Но Он Очень Завидной Регулярностью Поступает Поэтому Я думаю Что Можно Его Пробовать Поднимать Да Это Мы С удовольствием Мы Всегда За Как Говорится Мы За любой Кипиш Кроме Голодовки Вот Это Мой Лозунг То же Самое Ребята Кушать Надо Кушать Обязательно А все Остальное Потом Решить Сначала Поели Потом Все Остальное На этой Позитивной Ноте Тогда И завершим Наш Прямой Эфир Надеемся Всем Все Понравилось Спасибо Всем Слушайте С наступающей Пасхой И до встречи Я так понимаю Завтра На тренировке Да Да Кстати Напоминаем Тренировка У нас Состоится В Двенадцать Ноль-Ноль Чтобы все На тренировке Были Как Аня Говорит Подтянутые Уже С бананчиками С обильным Питьем Но Грамотным Питьем Соответственно Один Кулич Можно Поесть Одно Яйцо Можно Съесть И Это За час Десять Часов Завтра Если Это Конечно Такое С маслом Насыщенный То Конечно Да Но В принципе Это Углеводы Которые Дадут Энергию Чуть-чуть Отпраздновать Можно Пока Пока Всего доброго До свидания До свидания Миша Ну Как